Уже две недели по всей стране одиннадцатиклассники сдают единый госэкзамен. Чуваша не исключение. Ни один год не обходится без апелляции. Подробности в нашем материале. В этот год изменилась не только процедура сдачи экзаменов, но и проведение апелляции. Если битуриент устраивает результат, то он готовится дальше. А если выпускник рассчитывал баллов повыше, то стоит начать процедуру апелляции. Как подавать апелляцию? Можно сделать это двумя способами. Можно прийти в свою школу, которую вы закончили, и написать заявление там. Вам выдадут второй экземпляр. Имейте в виду, обязательно-обязательно напишите свой номер телефона, потому что сообщать вам о дате и времени апелляции будут именно по номеру телефона. Заявление на апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней после объявления результата. На третий вам позвонят и сообщат о результатах проведенной проверки. Второй вариант предпочтительней – в период сохранения ограничительных мер. Если вы бережете свое здоровье и не хотите лишний раз разъезжать по городу и ходить в помещение, где скапливается масса народа, вы можете при подаче заявления отметить такую графу, которая называется «Рассмотреть без моего участия». Апелляция будет рассмотрена, обязательно будет третья проверка, и если будет изменение баллов, вам обязательно об этом сообщат. Нельзя проходить процедуру апелляции с телефона или планшета. Это нарушение закона. Если попробовать на камеру показать какие-то распечатки с материалами, то мы приходим в итоге к тому, что сам файл записи видеоконференции, где показывались какие-то материалы с персональными данными участника, также является объектом защиты персональных данных и также должен защищаться по законодательству Российской Федерации. По всем интересующим вопросам вы можете позвонить на горячую линию ЕГЭ в Чувашии 57 21 60. Анастасия Миловидова, Андрей Шоколев, Республика.